У многих из них вальса Мендельсона на росписи не было, да и сама свадьба в привычном ее понимании была не у каждого. Эти пары поженились как минимум полвека назад. В то время лишь единицы могли устраивать пышные торжества. И когда дойдя до драгоценных свадеб, у них появляется возможность повторно скрепить свои союзы. Для юбиляров этот день становится особенным. А все благодаря тому, что в нашем районе таких супругов считают примером для молодежи, чтят и уважают. Наша задача поддерживать вот такие семьи, такие мероприятия, чтобы, наверное, на примере вот таких супружеских пар, нынешние молодые пары делали вывод, вообще понимали, как можно оказывается прожить 60 лет в любви, в согласии и в искренних каких-то чувствах. Ведь они тоже когда-то были молоды и делали ошибки, но вместе справлялись со всеми преградами на пути супружеской жизни. Мария и Николай Даниловы рука об руку идут уже 60 лет. Познакомились они на танцах в районном доме культуры, встречались год и решили пожениться. Мария Тиховна делится. Было по-разному, но взаимная поддержка помогла им дойти до бриллиантовой свадьбы. Как-то поддерживали друг друга. Где-то у него что-то так, может быть, какие-то нелады у меня. Ну, особых таких у нас трений не было. Чувства такие больше заботы друг о друге. А супруги Раиса и Шавхата Мировы повстречались более 50 лет тому назад. Спустя годы они уверены, это была любовь с первого взгляда. Благодаря взаимопониманию им до сих пор удалось сохранить это светлое чувство, которое привело их в Ленинский районный ЗАГС, где вместе с остальными юбилярами они еще раз закрепили свой союз росписями. Все как один юбиляры произносят пословицу «Терпение и труд, все перетрут». Вот их рецепт, как прожить вместе до драгоценной свадьбы. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.